Гельфинистил применяется при кожных реакциях, вызванных укусанными секомых, поверхностными ожогами легкой степени, солнечными ожогами, дерматозами, крапивницей. Начинает действовать через несколько минут и обладает легким охлаждающим эффектом. Не подходит для применения с первого месяца жизни. Оказывает противоаллергическое и противозудное действие. Снижает повышенную проницаемость капилляров, связанные с аллергическими реакциями. При нанесении на кожу уменьшает зуд и раздражение, вызванные кожно-аллергическими реакциями. Препарат обладает также выраженным местно-анестезирующим действием. Показания. Кожный зуд различного происхождения, кроме связанного с холестазом. При зудящих дерматозах, экземе, крапивнице, укусах насекомых. Применяется при солнечных ожогах, бытовых и производственных ожогов легкой степени. Способ применения и дозы. Применяют наружно. Препарат следует наносить на пораженные участки кожи от 2 до 4 раз в сутки. В случаях сильного зуда или распространенных поражений кожи рекомендуется одновременное применение пероральных форм. Противопоказания. Закрытоугольная глаукома. Гиперплазия предстательной железы. Детский возраст до 1 месяца, особенно недоношенный. Повышенная чувствительность к диментиндену и другим компонентам, входящим в состав препарата. С осторожностью следует назначать фенистил в первом триместре беременности и в период лактации, грудного вскарливания. Применение при беременности и кормлении грудью. Применение препарата фенистил в первом триместре беременности возможно только после консультации врача. Во втором и третьем триместрах беременности и в период лактации препарат не следует применять на обширных участках кожи, особенно при наличии явлений воспаления и кровоточивости. Кормящим матерям не следует наносить препарат на соски молочных желез. Особые указания. При выраженном зуде или при поражении обширных участков кожи препарат можно применять только после консультации врача. При применении препарата фенистил на обширных участках кожи следует избегать воздействия солнечных лучей. Если в период применения препарата фенистил выражено симптомов заболевания не уменьшается или усиливается, необходима консультация врача. Препарат неэффективен при зуде, связанном с холестазом. Побочные действия. Со стороны кожи и подкожных тканей. Нечасто. Сухость кожи. Чувство жжения кожи. Аллергические реакции. Очень редко. Аллергический дерматит, включая кожную сыпь, зуд. Если любые из указанных выше побочных эффектов усугубляются или появились любые другие побочные эффекты, пациент должен сообщить об этом врачу. Условия хранения и срок годности. Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 3 года.